МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязанцы могут получить 100 тысяч рублей за творческое воплощение своей идеи. Ушел из дома и не вернулся. Рязань прощается с Игорем Стешковым. У любого рязанца появилась возможность получить 100 тысяч рублей. В районе Дашково-Песочня в сквере имени Александрова стартовал творческий конкурс. Для оформления парка там принимаются работы всех горожан без ограничения по возрасту и каким-либо другим признакам. Рязанцы могут создать и выставить там скульптуру, рисунок. В общем, на что хватит фантазии. Первый арт-объект уже занял свое место на площадке. Самое интересное, что в течение лета рязанцы смогут увидеть все эти композиции и проголосовать за наиболее понравившуюся. Автор, набравший большее количество голосов, и получит денежный приз. Здесь откроется новый парк с животными. На его территории-то и можно установить свои работы из любого материала. Дерева, металла, пенопласта. Но авторам нужно учесть, что экспозиция будет расположена на улице, и поэтому должна быть устойчива к воздействиям внешней среды. Это полная творческая реализация любых совершенно идей. Единственное, есть правила конкурса. То есть тематика должна быть без содержания каких-то агрессивных направленностей. Ну, все-таки это детский формат. И мы хотим показать городу и прежде всего детям, как можно творить. С открытием парка дети будут принимать участие в дальнейшем его украшении. Они смогут порисовать и на вольерах для животных. Что касается конкурса, то рисунок первого его участника уже появился на территории площадки. Он пришел, посмотрел, нашел для себя площадку, рассказал о своей идее, что это будет рисунок на пленке, скажем так. Я сначала не совсем поняла, что он имеет в виду. Получилось очень ярко, масштабно и насыщенно. Здесь же присутствует тематика животных. Еще одной идеей поделился следующий автор. Хочу сделать робота, инсталляцию робота, позитивного, улыбчивого. Возможно, у него в руке будет какой-нибудь кувшин с растениями. Также, скорее всего, он будет держать посох, на конце которого будет крутиться кинетическая скульптура. Это эскизы металлического робота человеческого роста. Сама конструкция почти готова. Сейчас находится в разобранном виде. Ее осталось только сварить и установить в парке. Робот будет закреплен в земле для безопасности. В планах появление на площадке еще таких арт-объектов, как скульптура Маши и Медведя, 3D-картины, плавающие на пруду надписи «Я люблю Рязань». Для участия в конкурсе нужно позвонить по телефону 52-22-54 или обратиться непосредственно в парк. Заявить о своих намерениях, после чего выбрать с организаторами площадку для размещения своего арт-объекта. И затем уже можно приступать к реализации творческого замысла. Конкурс стартовал 15 мая и продлится до 1 июля. Но поскольку открытие парка состоится в самом начале лета, то и голосование посетителей за арт-объекта начнется с этого же дня. Поэтому чем раньше вы выставите свой арт-объект на этой площадке, тем быстрее за него начнут голосовать. Пропавший без вести директор клуба магазина «Жесть» Игорь Стежков был обнаружен погибшим. 9 мая он ушел из дома и не вернулся. Сообщение о его пропаже быстро разлетелось по интернету. В течение недели родные Игоря приложили все усилия для его поиска. Подключились и сотрудники полиции, и многие нервнодушные рязанцы. Вчера вечером стало известно, что Игорь Стежков больше не вернется домой. Ему был всего 51 год. Это цитата из письма, оставленного сыном Игоря Стежкова Константином, своему отцу на стене социальной сети. Прочел ли Игорь сообщение, пока неизвестно. Сейчас следствие разбирается в причинах гибели мужчины. Вечером 17 мая 2016 года в реке Трубеш в районе улицы Лесопарковая города Рязани был обнаружен труп рязанца 1965 года рождения. С 9 мая мужчина находился в розыске как без вести пропавший. По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Рязань Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка. По предварительным данным мужчина утонул. Явных следов криминального характера смерти на теле не обнаружено. Сегодня все формальные и неформальные рязанские сообщества вспоминают об Игоре Стежкове. Помимо предпринимательской деятельности он занимался развитием молодежной культуры, был знаменит своей активной жизненной позицией, привносил в наши будни здоровую долю эпатажа. Буквально месяц назад Игорь посетил нашу студию, где рассказывал о своей работе, о планах на будущее. При участии Игоря Стежкова в Рязани проходили первые выставки экзотических пауков. Он договаривался о гастролях рок-групп, заставляющих молодежь своим творчеством задуматься о жизни. На традиционном осеннем карнавале он мог появиться в костюме Воланда и в ответ на вопросы заинтригованных двоечников посоветовать почитать Булгакова. К нему в магазин многие заходили, как в клуб, пообщаться, встретить интересных людей, узнать новости. Там проходили студенческие фотовыставки, встречались на автограф-сессиях с рязанскими поклонниками российские знаменитости. От музыканта Бориса Гребенщикова до писателя-фантаста Вадима Панова. Сейчас друзья и коллеги Игоря Стежкова организовали сбор средств, чтобы помочь его родным. Коллектив телекомпании «Город» приносит глубочайшие соболезнования друзьям и родным Игоря. Мы были рады знакомству с этим добрым и светлым человеком. И сегодня скорбим вместе с вами. У рязанских водителей может появиться возможность бесплатно оставлять свои машины на парковке перед железнодорожным вокзалом «Рязань-1». В настоящий момент администрация города ведет переговоры о возврате бесплатного времени парковки с инвестором. Ранее находиться бесплатно на парковке можно было в течение 15 минут. В апреле инвестор отменил время бесплатной стоянки, уменьшив при этом стоимость парковки за час с 30 до 20 рублей. За период от 4 до 10 часов пребывания на парковке придется заплатить 100 рублей. Сутки обойдутся в 190 рублей. Для отдельных категорий граждан предусмотрена система льгот. Бесплатно пользоваться парковкой могут герои Советского Союза и России. Люди, награжденные орденами славы трех степеней, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также правоохранительные органы, экстренные службы, ветераны-чернобыльцы. Эта история сегодня больше напоминает вечное противостояние зимнего и летнего времени. Интересно лишь, почему изначально городские управленцы не смогли прийти к общему знаменателю с инвестором, не ставя при этом эксперименты на рязанцах. Продолжим выпуск. В Рязани борются с продажей сим-карт анонимным покупателям. По правилам продавец обязан указать паспортные данные клиента. Однако, как оказалось, сегодня в городе серую сим-карту можно купить по объявлению в интернете. Наш корреспондент выяснил, как ловят тех, кто распространяет товар на черном рынке, и что им за это грозит. Сегодня в Рязани задержали одного из продавцов сим-карт. Сотрудники Роскомнадзора и МВД нашли объявление о продаже 26 симок оптом на одном из популярных сайтов объявлений – Авито. Цена – 1000 рублей. Несколько объявлений в разделе нашего города висит и сейчас. Причем в некоторых написано – продажа без паспорта. Со слов задержанного, сим-карты у него от поставщика Росмобайл. Это сервис-провайдер, имеющий доверенность уже от сотового оператора. Но почему-то продавец не потребовал паспорта для оформления карт надлежащим образом. То есть то, что обязательно паспорт при этом должен гражданин предъявлять? То есть вы об этом первый раз слышите? Да. То есть оператор связи, который давал на реализацию вам эти карты, то есть вас об этом не предупреждал? Нет. Хорошо, я вас понял, спасибо. Поверить такому, конечно, сложно. Подобная практика существует. Только в этом году при продаже серых сим-карт задержано шесть нарушителей. Как оказалось, услуги нелегальных торговцев пользуются популярностью. Приобрести сим-карту анонимно хотят те, кто не собирается платить за потраченные минуты. Они разговаривают в долг, а потом выбрасывают сим-карту. Некоторые покупают серые симки по незнанию или из экономии времени. Мнения жителей о такой покупке разделяются. Если бы вам предложили сим-карту купить без оформления, без паспорта, вы бы согласились? Нет, конечно. А почему? Это дело серьезное. Нет. А почему? Зачем, если можно пойти купить с паспорта? Спасибо. Ну, вообще-то затрудняюсь ответить. Просто бы купил. Просто так, с рук? Просто так, с рук, без оформления. Нет. Почему? Не знаю, просто не купил. Нет, зачем? У меня есть, у меня хватает, конечно. А почему? Это свобода, выбор. Можно самому покупать сколько хочешь сим-карт без оформления. Мне кажется, это классно. Еще больше в получении номера без предоставления данных о себе заинтересованы мошенники. Спам-рассылки, вымогательство денег обманным путем. Для всех этих махинаций необходим анонимный номер. Тайными абонентами могут стать и те, кто скрывается от правоохранительных органов. В базах данных сотовых операторов информация о клиенте с такой симкой не будет соответствовать действительности. Такие сим-карты могут использовать и в организации террористических мероприятий. Пойманным преступникам при продаже без оформления грозит штраф в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Лицу, который осуществляет данную деятельность, не так сказать по закону, ему физическое лицо грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а на юридическое от 100 до 200 тысяч рублей. Проводится совместное мероприятие с органами полиции, которые направлены на пресечение незаконной реализации сим-карты. В настоящее время уже таких 4 мероприятия проведено. Также с сотрудниками ездим не только в Рязани, а также и по районам. То есть Захаровский район, Рыбновский район, то есть другие районы. Так или иначе, большинство сим-карт, купленные на черном рынке, становятся оружием бандитов. Эксперты считают, что изменить ситуацию поможет только ужесточение наказаний. Причем для покупателей тоже. Чтобы не попасться при покупке сим-карты на удочку мошенников, всегда удостоверяйтесь в заключении договора с компанией, которая имеет доверенность от сотового оператора. Отметим, что сейчас запрещено заключать договоры вне стен стационарных объектов. Так что палаток на улицах теперь тоже стоит остерегаться. Ну а паспортные данные по-прежнему обязательный пункт в регистрации абонента. Сегодня в Рязани в медицинском университете стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады по сестринскому делу. В нем принимают участие лучшие будущие медсестры страны. Те, без кого невозможно представить современную медицину. Подробнее о событии в материале Марины Комиссаровой. Суметь помочь страдающему, несомненно, одна из самых прекрасных способностей, которыми только располагает человек. Но тем не менее, пособие должно быть возведено в искусство. Должно соединять знания и умения, если желают достигнуть его полного благотворного действия на себя и других. Писал когда-то выдающийся австрийский хирург доктор Теодор Биллерот. И действительно, сегодня сестринское дело – это и искусство, и наука. Оно требует и понимания, и применения специальных знаний и умений. Не зря назвали медицинская сестра. Сестра, когда ты слышишь человека, понимает, что это родное и близкое. Профессия, конечно, требующая больших и душевных сил, и внимания, и заботы. Поэтому желаем всем, кто выбрал данную профессию, чтобы они не разочаровались и состоялись в этой профессии. Сегодня наши больницы, поликлиники, ФАПы ждут медицинских сестер и создают определенные условия, в том числе и социальные, для того, чтобы они могли работать, трудиться на благо населения. Проведение Всероссийской олимпиады на базе Рязанского медицинского университета – ответственная и почетная миссия для региона. Это в очередной раз подтверждает важность подготовки не только врачей, но и медицинских сестер для развития медицины. Мы считаем, что Рязанский медицинский университет – один из ведущих. Большое внимание уделяется подготовке именно среднего медицинского персонала для системы здравоохранения, чья роль неоценима, конечно, в оказании медицинской помощи гражданам. Выбирают профессию медсестры люди, которые четко знают, с какими сложностями придется столкнуться в работе, и при этом понимают важность и нужность выбранного пути. Анастасия представляет Рязанский медицинский университет на Олимпиаде. Она рассказала, что сестринским делом решила заняться не случайно. Ее мама и бабушка работают медсестрами, и девушка с детства видела и понимала суть этой профессии. Будет четыре этапа. Включает он манипуляционные действия, пока еще не знаем какие. Также будет беседа с психологом. Это тоже как отдельный этап, объяснение. Будет тестирование и будет отдельный тур на английском языке. Есть немножко большие вещи. Как сложилось, чтобы вы выбрали стезю именно медсестер? Всегда тянуло помогать людям. И помогать именно с медицинской тяжкой зрения. Подготовки медсестер в Рязанском медуниверситете уделяют особое значение. Базовое образование, которое получают студенты отделения сестринское дело, позволяет впоследствии продолжить профессиональный путь и получить высшее образование. Самое главное ваше. Победа впереди, когда вы будете работать, когда вы будете спасать жизни людей, когда вы будете помогать. И вот там все должны быть без исключения лучшими. Завершающий этап Олимпиады пройдет в несколько туров и продлится три дня. Уже в пятницу в Рязанском государственном медицинском университете подведут итоги и наградят победителей. Хотя все участники финала уже лучшие из лучших. На этом у меня все новости, которыми хотелось поделиться. Мы с вами еще обязательно увидимся в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. На этом я с вами прощаюсь. Не скучайте. До встречи. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Продолжение следует... Продолжение следует...